Карантин в Баграде приходится продлевать по вине местных жителей. В селе нашли спрятанных животных, четыре козы. Теперь полицейским вновь придется обойти каждый двор. Параллельно продолжается повторная обработка хозяйств. На месте побывали Ольга Стельмах и Антон Новожилов. Проверка на въезде и выезде, контроль и тщательная обработка, чтобы избежать распространения инфекции. В таком оцеплении Баград живет уже месяц. С тех пор, как в селе у животных обнаружили узелковый дерматит, утилизированы более трех тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота и свиней. И, похоже, выводы не сделаны. Накануне сразу в двух подворьях обнаружили четырех коз. Животных все это время хозяева прятали. Козы вчера были изъяты и уничтожены. Люди написали заявление на выплаты. Нам осталось выплатить 11 подворьев. Все остальные деньги гражданам, которые по заявлениям люди уже получили денежные средства в размере 68,5 миллионов рублей. Ведслужба вместе с полицией возобновили проверки. Заходят в каждый дом. Продолжается обработка. Это уже вторая дезинфекция подворьей. Но прежде необходимо было очистить территории, где содержался скот. С этим возникли проблемы. Избавиться от отходов помогает сельская администрация. У нас уже 50 дворов вычищаются. 16 дворов мы сейчас чистим по заявлениям. Это люди, которые сами не в состоянии, у которых, может, нет техники. Мы людям помогаем. У Леонида Дьяконова утилизировали дойную корову и быка. Мужчина говорит, отдавать было жалко, но семья исполнила все требования карантина и уже получила выплаты. Суммой признает довольны. Стоимость получилась даже выше рыночной. Деньги отложили на покупку нового поголовья. Ну что теперь? Переживем. Как только разрешат, заведу опять хозяйство. Потому что дети маленькие. Они привыкли просто к молочке. Карантин продлевается как минимум до начала декабря. После, если позволит Ростельхознадзор России, меры отменят. И населению разрешат вновь заняться животноводством. Правда, проблему придется все же решать и в следующем году. Обработать территорию массового выпаса скота не успели. Выпал снег. Работы отложили до ранней весны. Сегодня, по официальным данным, в Баграде не осталось ни одного животного, которое заражено или может заразиться. Но, как показала практика, последних дней это не факт. Карантин отчитывается со дня полной ликвидации поголовья. Действительно ли она полная, сейчас проверяет полиция. Теперь все зависит от сознательности самих жителей райцентра. Ольга Сельмах, Антонова Жилов, Вести, Хакасия.